Не люблю я записывать, когда я в дороге, потому что то телефон может упасть, то плохо слышно. Ну куда деваться, у меня жизнь такая вся на колесах. Я была на бесплатке. Сегодня дали очень много сэндвичей вот эти с магазинчика, где еще заправка, что я в прошлом видео показывала, вау, сэндвичи. Мои дети просто в них влюблены, и мне хорошо. Я на работу даю Диме, и дома они кушают. Ну в общем, красота красотенная. Поэтому я сейчас взяла много вкусных вещей. У меня руль немножко закрывает, но я извиняюсь, у меня телефон поставить некуда. Много вкусных вещей взяла, много спайси вещей взяла. Это спайси, значит, горькие. И я довольна, что опять я запаслась на целую неделю тем, что мы можем кушать. И, кстати, это был так называемый футбанк в этот раз. Почему? Потому что я могла выбирать то, что мне нужно. Я не брала лишнего. Там очень много баночек было, много консервов, пакетов риса. Я не стала ничего этого брать, потому что мне это не надо. Вот мне нравится то, что я могу выбирать сама. Мне это больше нравится. И я выбрала то, что мне нужно. Было там даже какие-то новенькие консервы, которые я никогда не пробовала. Горький перец, например, который я на прошлой неделе покупала. А сегодня я его взяла абсолютно бесплатно. Вот в этих баночках консервированных. Я его очень люблю. Он такой горький-горький. То, что мне надо. Поэтому, как приеду домой, покажу, что было у меня на сегодня. Или за сегодня. Короче, вы меня поняли. Вы знаете, что я могу заговариваться. Я могу такого наговорить, что никто не может сказать только так, как я. Я вообще профессионал, чтобы коверкать слова, коверкать предложения. Я в этом спец. Ладно, все, еду. Так, приехала я уже домой. С таким запасом продуктов. Я теперь мама-кормилица. Или кормящая мама. А Дима был дома. И готовил тоже курицу. В общем, у нас и мама кормящая, и папа кормящая. Дима, подожди. Так, что нам дали? Смотрим. Вот эти всякие вещи, кроме сэндвичей, могла выбирать я сама. Сколько мне надо было, все-таки я и брала. Очень много было баночек. Я сказала, нет, у меня баночек много. Мне ничего не надо. Никаких консервов мне не надо. Кроме того, что что-то новенькое. Или что мне действительно нужно было. Так. Это сухие хлопья. Дима увидел, обрадовался. Да, Дима? Обрадовался, Дима. Опять взяла вот такие салфетки мокрые. Всегда нужны такие салфетки. Молоко, которое не нужно хрень в холодильнике. Пусть стоит, пригодится. На экстра случай, когда вдруг не смогу купить молоко. Или не успею, или не захочу поехать в магазин. Вот такие баночки с острыми томатами, с халапинья. Ну, подсказывает мое... А нет, смотрите. Не просроченные. До 2024 года. Почему они тогда были на скидке, непонятно. Но это хорошо, ладно. Ну, на скидке, в смысле. В магазине они на скидке. А так-то они мне бесплатно достались. Так. Халапинья. Это мои любимые перчики. Очень люблю все острые. Вот такое очень хорошо. Это чикен. Курица с рисом. Суп. Курица с рисом. Когда не успеваешь что-то приготовить, или нужно что-то дать в школу или на работу, то вот прекрасный выход из положения. Неплохой суп. И взяла баночку вот таких томатов. Это как бы кусочками такие томаты. В томатном соке. Тоже иногда нужны такие. У меня таких не было. Уже закончились. Так. Два огурца взяла. Больше мне не надо. Я взяла свеженькие. Потому что те, которые дали в прошлой бесплатке, они оказались несвежими. И их нужно выбросить. Взяла морковку. И вот столько много сэндвичей. Но эти сэндвичи я не выбирала. Они мне дали... Вернее, они меня спросили. Сэндвичи с вавы будешь брать? Я говорю, конечно, буду. Мы их все любим. Особенно, говорю, мои дети очень их сильно любят. В общем, приписала сюда детей. Ну, не обманула. Они же правда их любят. Особенно Евилина сказала, эх, были бы вот эти сэндвичи. Сейчас вам покажу, что это такое. Она как услышала, говорит, тогда я тебе дам два пакета. Я говорю, давай два пакета. В общем, повезло мне сегодня. Крупно повезло. Вот эти сэндвичи. Такая котлетка с сыром и яйцом. И такая булочка. Они идут на завтрак. Если с яйцом. Вот эти на завтрак тоже идут. Бейгл, сыр, яйцо и котлетка. Два таких. Вот такой сэндвич впервые вижу. Двойной бекон. Как бы две нормы получаются. Краусан, сыр и яйцо. Ну, как бы как омлет, что ли, такое. Так. Впервые такое вижу. Такое еще не видел. Ладно, потом закрою. Вот такие мне нравятся сэндвичи тоже. Бейгл, бекон, яйцо и сыр. Тима, кстати, тоже очень любит. Так. Вот такие сэндвичи понравились. Диме. Котлетка. Вафелька и яйцо. Яйцо и сыр. Он сказал, немножко сладковатые, но вкусные. Тима вчера попробовал, ему не понравилось. Вот такие бейглы. Котлетка, маффин, яйцо и сыр. Такой. Как его зовут-то? Сэндвич. Краусан, котлетка, яйцо и сыр. И вот такие сэндвичи. Прямо по евелинному заказу. Она именно такие хотела. Чем они отличаются от других? Это такие сэндвичи обычно продают, по-моему, к обеду. Да, Эвелина? Уже. Потому что они завернуты, все сэндвичи, которые завернуты в такую бумажку, они уже как бы к обеду считаются. Как бы обед. Так, сейчас я тебе разверну. Что здесь идет? Бейгл, сыр и паперрони. Вот так все это выглядит. Это очень-очень вкусно. Здесь паперрони очень много. И когда его подогреешь, он получается такой сочный. Да, они очень вкусные. Так что вот такая была бесплатка сегодня. Очень ей рада, очень ей довольна. Особенно вот этим сэндвичем. Всем доброе субботнее утро. Не всегда бывает на улице праздник. Бывает солнышко светит, а что-то пошло не так. Приехала на одну бесплатку, а они в этом месяце отменили почему-то. Поэтому я сейчас разворачиваюсь и еду в другое место. И вот смотрите, опять у них будет осенний фестиваль. Как в прошлом году мы, помните, ходили сюда. Что потом мы жутко пожалели, где раздавали конфеты, конфеты, но все ходили ряжены-переряжены в халлоуиновские костюмы. В этом году мы сюда больше не поедем. Мы сюда будем приезжать только за едой. Сейчас нахожусь на заправке. Пока заправляюсь, скажу вам цену на сегодняшний день. 3,51 за галлон. Один галлон это 3 литра 780 миллилитров. Хорошо упала цена на... Почти на полтора доллара. И вот смотрите, если раньше я заправлялась, когда самая высокая цена была, то я заправлялась. 48 долларов полный бак, сейчас 33. 15 долларов сэкономила. Ну не то, что сэкономила дешевле. Вот эта церковь по выдаче продуктов, самая активная, которую я знаю. И замечаю здесь одну женщину каждый раз, когда я приезжаю, одна и та же. Она уже по имени меня знает и так легко произносит мое имя, что я просто удивляюсь. Он там в голубой футболке. И, кстати, здесь же ходит и дядюшка Том. Помните, в прошлый раз я вам его показывала? Так, я сегодня до дома доеду или нет? Я решила, раз уж я в этом городе, то я приеду вот сюда на ферму. Здесь продаются яблоки. Здесь мы брали персики. И здесь продаются самые дешевые яблоки, какие только могут быть. Так, я уже вижу, выставлены какие-то яблоки. Сейчас буду смотреть, что у них есть. Ну что, друзья мои, я уже дома. Давайте будем смотреть, что мне дали на этот раз в так называемой бесплатке. Дали вот такую коробочку молока. Однопроцентное. А у нас с сухими хлопьями, с сухим завтраком нормально идет. Дали вот такие две упаковочки изюма. В каждой упаковочке шесть маленьких коробочек. Баночка свинины в соке. Это типа как тушенка тоже. Свекла, порезанная уже без соли. Затем можно добавить сюда лучок зеленый. Уксус, подсолнечное масло. И получается салатик такой неплохой. Кремовый стиль кукурузы. Так я и не нашла еще рецепт, что мне из него можно сделать. Фасоль кидный. Черная фасоль. Яблочный соус, две баночки. Персики в соке. И помидоры, порезанные кусочками. Вот это самое ценное, что они дали у нас фисташки просто на расхват. Не успеваем покупать их, получать их на бесплатке. Вот такая пачка, не знаю, долларов 16, наверное, будет, если не больше. Здесь почти килограмм. Кукуруза, не, не кукуруза, морковка порезанная кусочками. Я ее сейчас разделю на пакетики и отправлю в морозилку. Я сделала точно так же с кукурузой, которая была в прошлой бесплатке. Когда, помните, дали мне кукурузу тоже, уже очищенную в таком большом пакете. Я ее разделила на маленькие пакетики и отправила в морозилку. Как и надо, буду застывать и пользоваться. Использовать. Вот такой большой кусок сыра дали. Это очень хороший сыр. Я его очень люблю. Свистчиз. 453 грамма. Очень вкусно. Мне сыр как раз нужен был. Один пакет 907 грамм риса. Опять мне дали вот такой салатик с булочкой. Сказали, это тебе на ланч, на обед. Я сказала, спасибо. И дали... Ой, еще ничего не закончилось. Сухой пакет молока. Это белая фасоль. Это томатный суп концентрированный. Затем, наверное, разводить с водой. Но это я оставлю для того, чтобы соусы какие-то делать. Или в борщ добавляю вот такой томатный суп для красноты. Но сейчас покажу самое ценное, что мне дали. Мне дали вот такую бумагу. Они меня приглашают на бесплатный укол. Ну, как им можно отказать? А придется. В смысле, отказать, а не согласиться. Никогда не соглашусь на эту дрянь. Вы со мной или нет? Ну и вот. Две коробки с овощами. Здесь у нас капуста. Так, сейчас, секунду. Я, наверное, разделю это все, чтобы вы могли, и я тоже, могли посмотреть более подробно, что и чего, сколько здесь находится. Так, раскрыла я эту коробку. Если услышите какие-то страдания... Это у нас Василий страдает. У нас периодически такое бывает. Не обращайте внимания. В общем, что находилось в такой коробке. Смотрим. Вот такой здоровый пучок сельдерея. Три перца. Четыре зукини. Большая капуста. Четыре маленьких яблочка. Два здоровых огурца. И две кукурузы. Ну и в той коробке, что я вам показала, тоже самое. Две вот такие коробки. Вот такая была у нас бесплатка сегодня. Я ее тоже очень-очень довольна. Вот так я разделила морковку на три пакетика. И все сейчас отправлю в морозилку. И как надо будет. Буду доставать и использовать для супа или для, не знаю, тушеной картошки, для плова. Уже порезанная. Классно. Ну и сейчас мы с вами будем взвешивать вот этот огромный пакет яблок. Который я взяла за 10 долларов. Так. Надо, чтобы включилось. Включились все. Ставим. Так. Надо будет обойти с этой стороны. Ой, что не выключились? Что не выключились у меня? Долго думала, когда ставят, наверное. Ну, по нолям все. А, придется мне взвешиваться с ними. Так не получается. Не хочу себя взвешивать. Я боюсь смотреть на весы. Я вспомнила, что у меня есть вот такой измеритель. Правда, я не очень знаю, как он работает. А инструкцию читать неохота. Поэтому попробуем, как есть. Ой, мамочки, тяжело. Эвелина, мне нужна твоя помощь. Чтоб ты снимала. А я двумя руками буду поднимать. Так, держи. Управляй на этот. Пятнадцать с половиной паунтов. Это где-то семь с половиной килограмм. Так, сейчас. Сейчас я увели на возможность камеру и объясню уже, какие у нас цены вообще в магазине на яблоки. Пятнадцать с половиной паунтов у нас продаются яблоки примерно по два паунта или по три паунта, по-моему, в упаковке. И стоят они в пять долларов. Это минимальная цена. Самая дешевая цена. Сейчас яблоки тоже очень сильно подорожают. Так, выключилась. Я сейчас страшна. И это получается здесь в пять раз больше. Получается, цена должна быть около тридцати долларов. А я это взяла за десять долларов. В три раза дешевле. И, во-первых, посмотрите, какие яблоки. Какие они огроменные. Вот вам для сравнения с яблоком, который мне сегодня дали на бесплатке. Для сравнения. И обратите на него внимание. На его, как сказать, внешний вид. Вот это яблоко не блестит. Оно такое мутное. Видите, матовое. Это значит, что оно не покрыто воском. Вот это яблоко блестит. Оно все покрыто воском. Может быть, даже и вот это воск делали. Я не знаю, что это такое. Ну и даже по размеру. Представляете? Вот что значит покупать у фермеров. Натуральное, свежее, сочное, вкусное. И пошла реклама яблока. ВОЛНИЙ ok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok